Здравствуйте, это программа Алло Студия. Мы в прямом эфире. Наш телефон 221-4019. И в гостях у нас главный врач Владивостокской поликлиники номер 9, Вадим Доставалов. У нас есть звонок в студию. Здравствуйте. 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 И ваш вопрос? Скажите, пожалуйста, а у вас возможно пройти медкомиссию водительскую? И если возможно, то сколько будет стоить? Спасибо. Мы сейчас внедряем медкомиссию на оружие, на водительское удостоверение, на трудоустройство, на работу. Можете позвонить в регистратуру, узнать стоимость конкретно какого вида обследования вам надо. Пожалуйста, приходите. Но сегодня можно такую медкомиссию пройти? Или только это будет в будущем? Это будет через неделю. Через неделю уже буквально можно пройти медкомиссию. А сколько времени я потрачу, если у вас пройду? Знаете, что в частной поликлинике мне два часа обойдется, а вот у вас? У нас тоже дефицита специалистов пока нет, поэтому очередей нет. Я думаю, тоже часа два займет. А если говорить о коммерческой основе, насколько ваши цены отличаются от частной клиники? Такие же или выше, ниже? Может, даже ниже по каким-то направлениям. Я вот так не мониторил, как бы особо цены в других... Ну, а сколько будет стоить медкомиссия на водительские права? Ну, так я не готов. Ответь надо к экономистам больше обращаться. Хорошо. Через неделю узнаем. У нас есть звонок в студии. Здравствуйте. Ваш вопрос. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, единственный узкий специалист – дерматолог. Хорошо. Дерматолог есть у вас? Дерматолог у нас есть, но он тоже только на платном приеме. По фонду ОМС оплачивают только приемы в кожевом диспансере. Там вы можете получить все бесплатно, по полюсу, в полном объеме. У нас также вот для удобства мы просто пригласили, человек работает. Ясно. Скажите, а вот вообще каких еще узких специалистов в вашей поликлинике нет? Но я понимаю, что в скором времени появится, потому что поликлиника – это еще новая. Ну, вот у нас на август у нас приходит лор-врач, приходит эндокринолог, приходит еще один молодой рентгенолог. Ну, в общем-то... Много можно перечислять, 10 специалистов должно прийти у нас. 10 специалистов, ничего себе. У нас есть лор-врач в студию. Здравствуйте, ваш вопрос. Здравствуйте. Хотелось бы узнать по поводу рентгеновской генфитометрии. Возможно ли у вас ее пройти? Насколько это дорого или может быть бесплатно через вашего рентгенолога? Спасибо. Вот я говорил уже, мы сейчас активно внедряем денситометрию. Вот сейчас идет обкатка аппарата, если так можно сказать. Думаю, что на следующей неделе можете позвонить в регистратуру, спросить, как попасть на денситометрию. А стоимость опять же, да, это все через регистратуру? Либо стоимость будет платная, либо, если это есть показания от нашего терапевта, от нашего хирурга, то будем бесплатно делать. Скажите, чтобы часто такие вопросы не задавали, постоянно не отвлекали регистратора, есть ли где-то интернет-страничка, чтобы люди узнали расценки, какие специалисты у вас работают? Работаем над созданием сайта. А, то есть будет сайт, ага, то есть интернет-сайт будет, и можно будет как бы смотреть, и что какие-то. Скажите, вот у вас придут специалисты, еще, я так думаю, будут необходимы врачи, где собираетесь брать кадры? Откуда приглашаете вообще, с районов, где-то, чтобы на ближайшей территории, откуда к вам идут врачи? Ну, с других клиник приходят, с других клиник и медуниверситет, это кузница молодых кадров, оттуда берем молодых. А так, на заведовании у нас достаточно опытные специалисты все, все с других клиник, с сертификатами, с категориями, с большим опытом. Ясно. Звонок в студию, здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос. Добрый день, я хотела задать такой вопрос. Ну, если у вас есть невролог, врач-невролог, то он, ну, мануальный терапевт, когда имеется, ну, по полюсу МС, или он, ну, как бы, не назначает, там, массаж, вот. Ну, то есть мануальный терапевт имеется или нет в больнице? В общем, мы невролог, мануальный терапевт, есть у вас или нет? У нас есть невролог. Назначает он, да, восстановительное лечение, вот массаж, мануальный терапевт. Ну, есть врач лечебной физкультуры, есть и врач-физиотерапевт, вот. Врач мануальной терапии будет трудоистраиваться у нас в сентябре. Достаточно опытный, хороший, квалифицированный специалист. С 1 сентября он уже написал заявление к нам. Я знаю, что у вас особое внимание уделяется вот восстановительному лечению, у вас есть отдельное отделение, да, и какой-то даже интересный современный аппарат, топорно-двигательный. Это так? Чем он интересен? Я вот про него рассказывал, что это аппарат, лечебно-диагностический комплекс для, в основном, для патологии суставов. Также у нас физиоотделение очень большое со всем спектром терапевтического, физиотерапевтического оборудования. Хорошо оснащенный зал лечебной физкультуры. Также работает иглорефлексотерапевт, тоже можете все получить по полюсу. Два специалиста по массажу, очень квалифицированных, хороших, тоже все по полюсу можете прийти и получить. Массаж тоже по полюсу. Получается, это отделение уже работает? Это отделение работает с 1 апреля на максимальной мощности, загруженности. А сколько специалистов в этом отделении, чтобы понять масштаб какой? Семь. Семь специалистов. И люди ходят, получается, и получают в том же числе и массаж, и лечебная физкультура, все это есть. Иголки, и массаж. Переспрашивайте, потому что непривычно для поликлиники. Иголки, и массаж, и физиопроцедуры, и лечебная физкультура. Все можно получить по полюсу. Я еще слышала, что в вашей поликлинике, взрослой поликлинике, собираетесь открывать детскую комнату. Объясните, для чего? Что это будет за комната, для кого? Снеговая патья – это самый, наверное, молодой район нашего города. Когда проживает очень много молодых семей с детьми, и мамы иногда приходят вынужденно, приходят с маленькими детишками. Мы провели опрос, выявили необходимость детей куда-то, чтобы развлечь, отвлечь. Это по типу игровая будет? Да, это будет типо игровой комнаты. Выделили помещение специально. Сейчас идет обустройство этого помещения. Будет очень удобно. Там будет сотрудник, например, подобие няни, который присматривает. Детей можно оставить и пойти на прием к специалисту. Это интересно. Есть звонок в студию. Здравствуйте. Ваш вопрос. Скажите, пожалуйста, я на Уткинскую поликлинику хожу, но я не могу попасть к ревматологу. Очень тяжело записаться. Нужно в 5 часов утра занимать очередь, чтобы попасть, потому что 10-15 талончиков. А вот у вас как обстоят дела? К ревматологу? Да. Ну, можно позвонить в регистратуру. У нас прием ведет ревматолог. Ну, часы приема я точно не могу сказать. Там все есть. Позвонить в регистратуру и узнать. Ревматолог в вашей поликлинике есть. Можно будет записаться. Также по полюсу обратиться. Скажите, у вас в основном врачи выше категории. Понять, какой медицинский персонал вы сегодня в свою поликлинику приглашаете. Что за врачи? По специальности? Можете попасть, что вы сегодня специалистами высшей категории или нет? Конечно, есть и высшая категория. Позвольте какой-то там конкурсный отбор. Потому что все-таки высокотехнологичное оборудование новое. Не каждый специалист сможет на нем работать. Все специалисты у нас приходят из медуниверситета, новые и опытные. И если по необходимости нужно обучение на этом оборудовании, мы либо прикрепляем на рабочее прокомандирование в другие клиники. Если такого оборудования нет в Приморском крае, то мы отправляем в центральные регионы. То есть такового отбора нет и берете все, если что обучаете, правильно? Желание внедрять что-то новое, диагностики, лечения. Вот это вот основные критерии отбора. Ясно, звонок из студии. Здравствуйте. Ну, а слушаем. Алло. Да-да-да, ваш вопрос. Ага. У меня вопрос такой. Я отношусь к 11-й поликлинике. Я инвалид второй группы, практически не хожу. Могу пройти только 15 метров и все. Врачи ко мне ходили на дом, и мой врач тоже, терапевт, ходила, посещала на дому меня. На это самое. Сейчас она увольняется. В поликлинике уже почти никого не осталось. Нет, узких специалистов практически нет. Что вот вы мне посоветуете? Как мне? Куда мне обратиться? Чтобы мне посещали на дому? Вот я в июне отлежала в больнице. Сейчас мне надо на учет к эндокринологу сахар повышенный. Мне нужен окулист. И у меня с давлением проблемы. У меня все время высокое давление. Я ничего не могу сделать. Хотя бы я вот в кардиологии отлежалась. Спасибо. Спасибо. Я бы посоветовал, наверное, выбрать территориально ближайшую поликлинику, чтобы специалисты могли приходить, курировать вас на дому. Потому что, ну, наверное, вы, наверное, достаточно далеко от нас находитесь. Хотя я не услышал, где... На Уткинской, если, да. Да. В 11-й поликлинике, не знаю, где-то. Вот, поэтому я думаю, что территориально выберите, какая ближайшая, и напишите заявление на прикрепление туда. Скажите, а какие сейчас вот вам, как главному врачу поликлиники, да, в снеговой паде приходится решать? Какие сейчас проблемы, да, первоочередные? Первоочередные проблемы у нас, конечно, это увеличить количество посещений надо. Надо сделать так, чтобы пациенту было удобно, у нас комфортно. Какие-то, если случаи встречаются, а их встречается очень много, потому что поликлиника новая, все у нас опробируется, вот. Все обсуждаем, все стараемся, чтобы таких каких-то эксцессов у нас больше не повторялось. Вот. Ну, и создать комфорт для врачей, чтобы у них было все оборудование, были инструментарии, был медикамент. Сегодня пока не хватает оборудования? Почему хватает? Ну, это просто, оно все установлено, оно стоит, надо его вводить в эксплуатацию, разбираться с ним. И мы этот процесс начинаем, когда приходит нам конкретно специалист какой-то ворс. Просто специалистов, получается, не хватает, да, под оборудование современное или что? Да, хватает. Просто постепенно. Мы постепенно набираем врачей, постепенно вводим оборудование в эксплуатацию. Угу. Работа и с поставщиками, и с врачами, и с тем, кто будет обучать на этом работать. Ну, вот оборудование, понятно, современное, надо обучаться. А где вот ваши специалисты будут проходить это обучение, чтобы работать на новом оборудовании? Ну, повторюсь, либо это будет рабочее прикомандирование там, где это оборудование уже установлено, либо отправка в другие регионы. Даже так, да? Угу. Есть звонок в студию. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу вам задать такой вопрос. А можно ли попасть в эту поликлинику иногородним? Иногородним. Угу. Спасибо. На консультативный прием, конечно, можно записаться, приходите. Повторюсь, приписаться. Лучше, наверное, не выбирать нашу поликлинику, если вы проживаете в отдаленных районах. То есть мы не сможем вас там обслуживать. То есть на дому не сможет приходить врач? Ну, конечно. Ну, будет тяжело, если проживая даже где-то в Артеме. Ну, я знаю, насколько что люди, если хотят стать на учетом терапевта, просто пишут заявление, что да, согласны с тем, что на дам врач не будет приходить, так как находится далеко поликлиника. Да? Ну, что-то же не совсем целесообразно. Такие вот прям жертвы. Есть и в покраине хорошей поликлинике. Хорошо, но если мне эта услуга не нужна, я могу опять же, да, переписаться. Если просто вы могут прийти однократно, прийти и проконсультироваться у невролога, пройти маммографию, вы можете у нас просто, не пишат заявление, просто прийти и получить эту услугу. Ну, опять же, вот вы говорите маммографию, я пройти самостоятельно не могу. Опять же, только через сначала врача. Ну, через врача, да. Сначала к врачу я записываюсь на прием, а потом она уже направляет. Она направляет. Хорошо, вот сейчас во всех поликлиниках нашего города, в том числе и краю, проходят люди диспансеризацию. Вот в вашей поликлинике в 9-й, которая находится на снеговой паде, идет ли диспансеризация местного населения? Хочется отметить, что наше население снеговой паде достаточно активное, очень хорошо приходит. Мы план, установленный департаментом, сейчас выполняем на 100%. Для удобства у нас есть отделение профилактики. Если ваш возраст делится на 3, то можете прийти, минуя регистратуру, сразу в кабинет до врачебного приема, вас отправят на нужное обследование, выпишут соответствующее назначение, лечение. И очень удобно, что у нас все, что положено по диспансеризации, у нас есть в нашей поликлинике. То есть не надо ходить в другие учреждения, собирать там маммографию делать где-то. Все это можно у нас делать. Это получается диспансеризация вот в вашей поликлинике только для тех, кто приписан? Или все-таки могут с другого опять же района обратиться? Ну да, для тех, кто приписан. Но если маммографии где-то у кого-то нет, то можно либо по направлению в той поликлинике прийти. Вот диспансеризация – это своего рода акция, да, где можно бесплатно и очень быстро пройти экспресс-диагностику, экспресс-обследование. Но если, например, твой возраст не делится на 3, то я могу какие-то акции проводить для другой части населения? Либо-либо это у нас скрининговое обследование, вот я говорил уже, что там можно сделать быстро холестерин, клинику, мочу, сдать. Про акции отдельно скажу, что вот мы проводим ряд акций. В ближайшее время у нас будет 19 августа акция по выявлению рака молочной железы у женщин. Вот там участвует будет и онколог, и хирург. Будет проводиться маммография, осмотр терапевтом, сдавать кровь можно на онкомаркеры. То есть мы приглашаем всех женщин Владивостока прийти и пройти 19-го числа с 9 до 17 часов. Это для всех желающих? Ну, для всех женщин, да, кто хочет. Спасибо большое. Итак, сегодня у нас в гостях был главный врач 9-й поликлиники города Владивостока Вадим Доставалов. Это была программа «Алла-студия». До свидания. До свидания. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова